Здравствуйте! Это программа Патроли и я ее ведущая Анастасия Маслова. Жуткое преступление, да еще и это дело рук бывшего дорожного полицейского. Подробности громкого дела. Спиртное со знаком вопроса, как отличить контрафактный алкоголь от легального и традиционный интернет-обзор. Все это и не только в нашем выпуске сегодня. Преступления, поражающие своей жестокостью. В Туве взрослый мужчина с полуночи до 6 утра совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. То, что это дело рук бывшего инспектора ДПС, а жертва его племянница просто не укладывается в голове. По версии следствия, в этот момент мужчина находился в алкогольном опьянении. У девочки после случившегося было выявлено временное психическое расстройство. Что касается обвиняемого, результаты психолого-психиатрической экспертизы показали. Мужчина вполне мог осознавать опасность своих действий. Более того, расстройство у него сексуального влечения, в том числе педофилии, не выявлено. Расследование этого дела завершено и направлено в суд. В социальных сетях распространяется информация о банде педофилов. В сообщении к фотографиям говорится, что эти люди разъезжают по разным городам, где совершают преступления. В правоохранительных органах эту информацию не подтверждает. Вот как нам прокомментировали это в Следственном комитете. На территории Республики Тыва, в Следственном управлении, в Следственном комитете Российской Федерации по Республике Тыва сообщения о преступлениях сексуального характера, совершенные лицами на фотографии, распространяемой в сети Вайбер, не зарегистрированы, проверки не проводились, уголовные дела не возбуждались. Соответственно, данные лица в розыск не объявлялись. Во избежание несчастных случаев, а также совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, Следственное управление просит родителей быть особенно бедительным и не оставлять в течение длительного периода детей без присмотра. По возможности сопровождать их к месту назначения и встречать их. Два человека погибли, четверо госпитализированы. Это последствия серьезного ДТП, которое произошло в Шаганаре. Там, на улице Дружба, в ночь на 14 января водитель десятки врезался в бетонную опору линии электропередач. В аварии погибла супружеская пара, водители и троих его пассажиров госпитализировали. Среди пострадавших трехлетняя девочка. Ее доставили в реанимационное отделение больницы. Как сообщили в ГИБДД, трагедия произошла по вине пьяного водителя. По факту ДТП проводится проверка. На перекрестке улиц Кочетова и Чехова сегодня не разъехались две иномарки. Водителям этих авто теперь придется потратиться на ремонт. У одного серьезный поврежден капот, у другого дверь. По предварительным данным пострадавших нет, причины ДТП устанавливаются. В Кызыле из-за лихого автолюбителя никто не пострадал лишь чудом. Камера зафиксировала грубое нарушение правил дорожного движения. Все произошло на светофоре на улице Кочетова возле центра русской культуры. Горит запрещающий сигнал для автолюбителей. Но несмотря на это, на высокой скорости газель пролетает мимо остановившихся машин. К счастью, в этот момент на зебре не было пешеходов. Да и дальнейшие маневры водителя выглядят странно. Эта видеозапись оказалась в распоряжении госавтоинспекции. В настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку по данному факту и устанавливают личность лихача, находившуюся за рулем Белой Газели. Очевидцев происшествия просят откликнуться и позвонить по номеру 56615. Алкогольный контрафакт. Полицейские Кызылы за первые дни Нового года изъяли из незаконного оборота свыше 2000 литров спиртного. В одних точках на алкоголь не было документов, в других спиртное было с явными признаками подделки. На складе хранятся десятки коробок, забитые алкоголем. Шампанское, водка, вина, ассортимент богатый. На коробках мелькают марки известных брендов. Все это спиртное, а именно свыше 2000 литров, контрафакт, который изъяли полицейские практически за неделю. Основную долю обнаружили в одной лишь торговой точке. В ходе проведения данных профилактических мероприятий, при проверке одной из торговых точек, расположенных на территории базы РПС, было изъято 1288 литров алкогольной продукции, которая также реализовывалась незаконным путем. Порядка 40 наименований. Материалы по данному делу также в настоящее время направлены в мировой суд. Качество изъятого спиртного еще под большим вопросом. Но можно ли отличить контрафактный алкоголь от легального? В большинстве случаев можно, говорят полицейские. В первую очередь, конечно, покупать алкоголь следует лишь в торговых точках, где работает система ЕГАИС, которая выдает всю информацию о каждой бутылке с алкоголем. Особое внимание уделяйте акцизным маркам. На них, как и на денежных купюрах, также должны быть вкрапления цветных нитей и волокон, переливающиеся голограммы, на которые четко должны читаться латинские буквы. И цвет марки не должен быть чисто белым. Есть еще несколько, ну совсем уж явных признаков подделки. Во-первых, это стоимость алкогольной продукции, которая не может быть ниже 190 рублей. Во-вторых, это вид тара. Бутылка, содержащая алкоголь, не должна пропускать проливание и запаха алкоголя. То есть проливание. Пробка должна плотно держаться на горлышке. Не должно присутствовать в бутылке посторонних осадков, а также не должно быть мутности. Стоит отметить, что за качество продаваемой продукции ответственность несут как предприниматели, так и продавцы. Правда, штраф, а точнее их сумма, многих не пугает. При привлечении предпринимателя санкция штрафа, она от 5 до 10 тысяч рублей. Материалы рассматриваются начальником полиции. В отношении продавцов материалы направляются в мировой суд города Кызыла, где штраф у нас от полутора тысяч рублей с конфискацией изъятой алкогольной продукции. Вся изъятая продукция направляется на экспертизу. И если та покажет, что спиртное содержит опасные для здоровья вещества, штрафом не отделаться. За это предусмотрена уже уголовная ответственность. Мы, как обычно, мониторили социальные сети в поисках интересного видео. Обзор происшествий, случившихся за пределами нашего региона, далее. Серьезное ДТП из Новосибирска. Чтобы освободить одного из участников аварии из металлического плена, спасателям пришлось распиливать корпус машины. Подробности ЧП известны. Водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с «Лексусом». Грузовик протащил иномарку по асфальту около 30 метров. Как говорят авторы видео, о других пострадавших помимо водителя «Лексуса» не сообщается. И, кстати, иномарку автолюбитель купил в тот же день. И еще одном ДТП, которое произошло уже на трассе в Новосибирской области, водителя отечественного авто занесло прямо под колеса бортовой газели. Легковое авто цепляет за снежную обочину и вылетает навстречу. Уйти от столкновения не получилось, и бортовая газель таранит легковушку. О пострадавших также неизвестно. А вот на трассе Курган-Тюмень автолюбителю удалось в мастерске уйти от столкновения с двумя грузовиками. О том, что произошло в дороге, смотрите сами. Здесь комментарии излишни. В Омске же разборка между влюбленными переросла в драку с автолюбителями. Авторы публикации поясняют, пара, к слову, оба были под шофе, поскандалили на парковке возле одного из домов. После кратковременной перепалки женщина стала ломать зеркала заднего вида у припаркованных автомобилей. На звук выбежали автомобилисты и сделали разбушевавшимся возлюбленным физическое замечание. Причем досталось не только парню, но и его девушке. Если вы стали очевидцами какого-либо происшествия, сообщайте информацию в нашей группе ВКонтакте Тува в объективе. И в завершении выпуска официальная сводка ГИБДД. С 9 по 15 января в республике зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 участника дорожного движения погибли и 7 участников пострадали. За неделю инспекторы ГИБДД задержали 73 водителя за управление в состоянии опьянения. Из них 3 автолюбительницы. За прошлую неделю больше всего зарегистрировано на уездов на пешеходов. Их количество достигло 5. Это все, о чем мы успели вам рассказать в этом выпуске программы. Не забывайте делиться информацией с нашей редакцией. Контакты на экране. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин